Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Футбол и Спортэкспресс Илья Андреев Всем здравствуйте! Доброе утро! Говорить мы сегодня будем о футболе Ну я думаю, что и зайдем в тему надвигающегося Чемпионата мира, естественно, как же без этого Но основная тема это финальная встреча Чемпионата России по футболу Как мы знаем А мы знаем об этом Финал совсем скоро, уже в середине мая практически Чего у нас там происходит, давайте рассказывать Вчера московский Спартак Сенсационно проиграл Ахмату из Грозного Со счетом 1-3 И стало ясно, что Он, скорее всего, с вероятностью 99% всложит Свои чемпионские полномочия А что с ними вообще такое происходит? Слушайте, ну вот они проиграли 3 матча подряд И очевидно, что Команда находится в кризисе Мне кажется, что Каррера утратил связь Со своими игроками То есть какие-то есть и внутренние Недовольства, но это вот чувствуется По игре, понимаете? Допустим, в прошлом году Когда Спартак выиграл чемпионат То есть Было четкое ощущение, что это единый кулак То есть игроки были вот Каждый друг за дружку Сейчас такого очевидно нет Безусловно, это в частности Просчет и тренерского штаба тоже Потому что все-таки любой руководитель Это касается не только футбольной команды Он должен особое внимание уделять атмосфере В своем коллективе Ну и опять же Есть какие-то тактические просчеты Без этого никуда Есть, опять же, претензии И к физическому состоянию команды Потому что, допустим, если в прошлом сезоне Они многое вырывали в концовках матчей То сейчас такого нет, к сожалению, и в помине В общем, для Спартака В этом апреле Все складывается Совсем Как-то Как-то печально Илья, с такой грустью об этом Вы Так это грустно Вы за Спартак? Не за Спартак Не за Спартак Но просто мне бы хотелось Чтобы в нашем чемпионате Была более острая борьба на финише Сейчас у «Локомотива» отрыв Очень мощный В шесть очков Им осталось набрать всего лишь три очка Ну, то есть, одержать хотя бы одну победу В оставшихся трех играх Чтобы стать чемпионами Так, я хотела бы, пользуясь случаем Пригласить нашу беседу с зрителей и слушателей Я думал, что у кого-то хочешь пригласить Нет, я с зрителей и слушателей 8-909-928-1-89-9 Это WhatsApp, Viber, SMS-сообщения Есть у нас также группа ВКонтакте vk.com Слэш страна.фм Заходите туда и задавайте свои вопросы По поводу вчерашнего матча По поводу Спартака Что с ним опять-таки происходит Хотя, в принципе, мне кажется Исчерпывающий только что был ответ Ну, ничего, мы еще поговорим У нас времени достаточно Друзья, небольшой перерыв И мы к вам вернемся Будь оригинален, бро! Мне кажется, мы более чем оригинально Ведем всегда беседы свои о спорте И хотя мы начали с такой вот А вы себя любите, Валерия Да, да Я оригинальна в этом плане Тут вот как бы мне нет равных Представим гостя Абсолютно Я даже спорю с тобой Вот, конечно, программа Стране о спорте На телерадиоканале Страна.фм Продолжает Шеп отдела футбола Спорт-экспресс Илья Андреев У нас сегодня в гостях Илья, доброе утро еще раз Доброе утро Начали мы о Спартаке Давайте к Зениту Да, потому что там же тоже Вот Зенит говорили Что они сейчас всех Ух, а они ах И увы Да, я вот В начале сезона Я тоже думал После их Великолепных матчей Что они станут чемпионами Но сейчас мы наблюдаем Совершенно обратную ситуацию То есть Зенит идет на четвертом месте Это даже не зона Лиги чемпионов А Попадание в этот турнир Для петербургской команды Невероятно важно Потому что Они уже два раза Мимо Лиги чемпионов Пролетели И сейчас все идет к тому Что они могут пролететь Мимо нее И в третий раз То есть получается Они тренируются 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 Стараются Стараются И вот Да, ну Опять же тут Манчини Ну Если про Карреру Мы только сейчас В целом заговорили Что он утратил Определенный контроль Над командой Ну и возможно На самом деле Это все временная история Ему Я сейчас говорю про Карреру Удастся наладить ситуацию У него Он уже подобно оказывался В начале сезона То Ситуация с Манчини Тут конечно Совсем Другая история То есть Всю весну Зенит Выглядит очень невразумительно Даже больше этого Не только всю весну А где-то примерно С конца С середины октября То есть у Зенита Дела Пошли по нисходящей Илья Ну а вот если говорить Ну понятно Мы всегда говорим Делаем с носка Что прогнозы Это все-таки дело Не особо благодарное Мягко говоря Но все-таки Каковы шансы Что попал Лиги чемпионов Ну слушайте Там у них Очень все-таки Упорная борьба идет То есть у нас есть ЦСКА У которого 51 очко У Спартака 50 И у Зенита 49 Неожиданно ЦСКА и Зенит Встретятся в следующем туре В Петербурге То есть это будет Матч за Лигу чемпионов Очевидно Я конечно Ну в целом У всех еще есть Какие-то шансы Определенные на чемпионство Но на мой взгляд Локомотив уже практически Ну практически чемпион Им осталось сделать Буквально один шаг Так что Самая интересная борьба У нас сейчас Не за золото А за серебро И за бронзу То есть за места В Риге чемпионов Тут конечно Стоит отметить ЦСКА Потому что Опять же У команды Денег Гораздо меньше Чем и у Спартака Чем и у Тем более Зенита Но клуб снова Привется в Ригу чемпионов Причем на всех парах То есть в который раз Мы говорим о том Что у ЦСКА Нет футболистов У них короткая скамейка Пишут Что у них есть Определенные проблемы С финансированием Что Евгений Гинер Там чуть ли не клуб Собрался продавать Он кстати По-моему Несколько раз Уже опровергал Вот Но ЦСКА Сновой Рвется в Ригу чемпионов И действительно Очень близко К ней находятся То есть Если они займут Второе место Они попадают В Ригу чемпионов Напрямую И это им гарантирует Минимум 12 миллионов евро Заработка А впоследствии Возможно еще там Плюс 8-10 На цифрах 20 миллионов заработка Валерий Майоров Вздрогнул Я вздрогнула И предлагаю Прямо сейчас прерваться Ну чтобы там Мне эфира Как-то подробнее Все это посчитали Напомним еще раз Плюс 7-909-928-1-89-9 Говорим мы сегодня С Ильей о футболе Исключительно Поэтому если у вас Есть футбольные вопросы Добро пожаловать Плюс их Ко всему в комментах Оставляйте в нашей группе Вконтакте Группа Страна.фм Добро пожаловать Ну мы сейчас Совсем тут не про романтику Мы про серьезные Такие по большей части Мужские дела Про футбол Разговариваем Я бы даже сказал По всем частям Мужские По всем частям Конечно Не ну почему Нет ну почему Болельщицы есть девчонки Они вот на лицах Рисуют флаги Очень красиво смотрят Не только девчонки Шеф отдела футбола Спортэкспресс Илья Андреев У нас в гостях сегодня Илья еще раз Доброе утро Ну вот мы как-то Пробежались по Зениту По спорту Давайте про локомотив Тогда поговорим Чтобы справедливо было Давайте Что-нибудь хорошее Хочется так сказать Без пяти минут Чемпион Как говорится Московский локомотив Теперь вот их ждет Выезд в Краснодар В следующий понедельник 30 апреля Думаю туда приедет Тысяч пять Болельщиков локомотива Не меньше Потому что все ожидают Конечно победы И соответственно Чемпионского титула То есть если локомотив Выигрывает Он становится чемпионом Абсолютно справедливо Чемпионство Безусловно Потому что Опять же В матчах с лидерами Со всеми Локомотив Очень прилично смотрелся Самое интересное Что в матчах С командами Куда Меньшего статуса Локомотив Был не настолько Уверен в себе Почему-то Вот опять же Это показывает Два их последних матча То есть с Ахматом 0-0 И с Уфой Тоже 0-0 Возможно Локомотив Сейчас не в самой лучшей Форме своей находится Но я все-таки думаю Что конечно Чемпионский титул От них не убежит А ведь получается Никто от них Не ожидал Абсолютная сенсация Абсолютная сенсация Да В прошлом сезоне Они выиграли Кубок России Но все-таки Такого успеха В чемпионате Никто от них не ожидал Само руководство Ставило перед командой Задачу Неоднократно Они это повторяли И до сезона И даже во время сезона Чуть ли не до Нового года Когда Локомотив Уже был неделю Что их задача Это попасть Это финишировать В первой пятерте Которая гарантирует Выход в Еврокубок Ну а по фамилиям Давайте пробежимся Кто там особо отличился Слушайте Ну конечно Мануэла Фернандеша Такого еще Полу защитника Джефферсона Фарфана Однозначно Прекрасно Проявляющему себя Проявляющему себя В этом сезоне Нападающего Сборной первого Ну и радуют Конечно Братья Антон и Алексей Миранчуки Ребята Во все-таки Антон точно Очень-очень раскрылся Очень-очень прибавил Алексей Ну может быть Даже где-то От него Еще большего ждут Учитывая что В основном составе Ему сейчас 22 года Он дебютировал Еще при Славине Бирича То есть это было Пять лет назад Еще даже Ну то есть Ну в любом случае Мы конечно надеемся Что его главный прорыв Прозвлет на чемпионате мира Ну 22 года Это тот самый возраст Для футболиста Когда все только начинается И все впереди Ну да Безусловно Все еще впереди Но уже пора Но уже пора Показывать класс А мне кажется Он вот уже Собственно класс и показал Так Так Перерыв небольшой Что мы делаем вновь 2-3 минуточки Друзья у нас пауза И продолжим говорить о футболе В программе Стране о спорте Лайф Друзья еще раз Доброе утро Действительно Стране о спорте В гостях у нас сегодня Шеф отдела футбола Спорт экспресс Илья Андрей Футбол Зачем я так сказал Бывает иногда У нас же вопрос есть Слушайте у нас такое интересное сообщение Прямо такого ярого-ярого болельщика Все было Указывало на то Что это мужчина Такой брутальный Оказывается это Настя Которая с 2009 года Болеет за Спартак И вот она что пишет Селиков 2 из 3 мог бы взять Во-вторых защита и оборона Страдают ерундой Последнее время Я всегда буду болеть за Спартак И так далее И так далее А вот еще важное замечание Промиса вчера блокировали И не давали пробить толком Да и судья Также не замечал Почти фолов против Спартака Вот выпьет Настя Удивительная девушка Я думаю что это не в суде Конечно дело Хотя защитник Спартака Сальваторо Бакетти Вчера в мигзоне после матча Тоже сказал что Вилков странно По его мнению Судит Спартак Но не в суде дело Повторюсь С обороной действительно У Спартака есть проблемы То есть они пропустили В этом чемпионате 31 мяч Это больше допустим Чем даже Амкар Ну как так Который может в принципе Еще и вылететь даже Это действительно Это очень много Как так Вот Можно конечно все сваливать Там допустим На то что там Джигет Получил травму Но Меня больше удивляет Почему это допустил Каррера Которого вообще В Спартак брали Как специалиста По выстраиванию игры В обороне То есть он итальянец Он играл в Ювентусе Он работал в Ювентусе Помощником Антонио Конте То есть Оборона Это его стихия И вот как-то Так получается Что он Не сумел Опять же Сделать так Чтобы Илья Кутепов Который призван Заменить Джитю Добился Какого-либо прогресса Как он допустил Что команда Так много пропускает Мне лично Непонятно То есть Опять же Возвращаясь к тому Что возможно Каррера где-то Утратил контроль Над коллективом Потому что Какие тут еще Могут быть А может быть Он просто Как бы корректнее Ну ладно Скажу как думаю Может быть он просто Не может справиться С нашими футболистами Во всех смыслах Это условно Вы понимаете Все-таки он Добился С этими же игроками С этими же игроками Чемпионского титула Но кроме того Они же сами хотят побеждать Что значит Я думаю Что Наши футболисты Мне кажется В целом Не сильно отличаются От иностранных Все люди Так или иначе Похоже Друг на друга По своей ментальности Не только Рассистские футболисты Много зарабатывают Там В общем-то В той же Италии Тоже предичная Слушайте Но мне все равно Очень нравится Настроение болельщиков Потому что Настя пишет Болели и будем болеть За Спартак Спартак молодец Спартак еще не проиграл Настя Вот так держать Мне кажется При вашей поддержке Все возможно Ну а мы вот делаем Счастливыми всех Любителей спорта На телерадиоканале Страна ФМ Потому что По вторникам Еженедельно Говорим о спорте Целый час Без остановки В гостях у нас Шеф отдел футбола Спортэкспресс Илья Андреев Еще раз доброе утро Доброе утро Илья Ну вот до перерыва Мы договорились Что еще один вопрос Будет касаемый Я хотел спросить О том Были ли понятно Что было как минимум Два сюрприза В чемпионате России Да это локомотив Конечно Это зенит У одного в плюс У другого в минус Да были ли еще Какие-то неожиданные Сюрпризы Которых никто не ожидал Я бы сказал Что все остальное Довольно Ожидаемо Складывается То есть это касается И тех Кто будет находиться В середине Торнирной таблицы И тех Кто находится В зоне вылета То есть Я думаю Что Все кто делали прогнозы На весь чемпионат До его старта Предполагали Что Вылетит именно СК Хабаровск Это и случилось То есть уже За три тура до конца У хабаровской команды Не осталось шансов На то чтобы Остаться В высшем дивизионе В общем Там Был Довольно-таки Слабый состав Он Не сказать что Прям Действительно Соответствовал Уровню Премьер Лиде Там не было Там в этом клубе Нет каких-то Больших денег В общем Было очевидно Что он не совсем Готов к российской Футбольной Слушайте Давайте потихонечку Медленно Но верно К нашему чемпионату Мира Как-то подходить Давайте о нем Говорить А то что мы Насколько мы готовы Морально Физически Если говорить о стадионах Осталось Ввести в эксплуатацию Одну арену В Самаре Да А как же Калининград Там уже все играют Там уже все Там все хорошо Да Там все хорошо Осталось только Самара У нас сегодня 24 апреля То есть 25 апреля Стадион должен быть Введен в эксплуатацию А 28-го Там должен состояться Первый тестовый матч Это Кридис Это файл Ну что там Там крышу-то Они еще не навесили Да Как обещали Там же была проблема Да Они забыли крышу Там повесили Нет Там с крышей Там по-моему Крыша для вип-ложи Для вип-ложи Да Слушайте Ну наверное повесили Вот честно вам скажу Точно не знаю Да Там были определенные проблемы С газоном Но вот они Они заверяют Что В общем Все проблемы Решены Да Мы кстати с тобой На прошлой неделе Об этом рассказывали На новостях спорта О том что все-таки С газоном Уже вроде как все хорошо Я думаю Когда я приеду в Самару Меня прям с поезда встретят Кто там говорил про Самару Иди сюда Ну в общем 28 апреля Когда будет первый матч Можно будет сказать Что наши стадионы Ну я надеюсь Готовы к чемпионату Ну ждать осталось Недолго считанные дни Да почему Валерия беспокоит Самару Она родом оттуда Поэтому как-то очень сильно переживает Я не переживаю Я верю Посмотри Потом нам расскажешь И я предлагаю продолжить Разговор про чемпионат Мира по футболу 2018 года Вот Со стадионами мы определились Все-таки везде практически Играет кроме Самара Самара скоро подтянется Что еще Газон постелили Все хорошо Крышу навесили Ну на самом деле Город приготовился То есть у нас англоязычные В метро Продавцы, не продавцы Билетеры Да У нас значит есть экскурсии Бесплатные, обзорные У нас значит там всякие Бонусы Бесплатный проезд И даже в поездах Да, для болельщиков Бесплатный проезд Да, в городах Где была какая-то была история Да, между городами Да, да, да Нужно заказывать Предварительно Оставлять предварительную заявку На получение бесплатного билета С паспортом болельщика обязательно С паспортом болельщика Что у тебя есть билет на матч Это обязательно условие То есть наличие билета Вот Это я к тому, что мы их всех обняли Облизали Прямо вот рады Груди прижать Да, между прочим На предыдущем чемпионате мира Который проходил в Бразилии У них тоже были задумки У организаторов То есть чтобы сделать Бесплатный проезд Но они потом от этого отказались То есть конечно для болельщиков То есть наш чемпионат мира Будет более комфортный Чем бразильский Так вот болельщики-то со всего света Они как реагируют? Они скупают билеты? Там есть На мозге, кстати Это сенсационная вещь На самом деле Если посмотреть на официальную статистику По покупке билетов На первом месте идет почему-то США Чья сборная не вышла на чемпионат мира Казалось бы, откуда? Я все-таки думаю, что это мексиканцы Прочие латиноамериканцы Которые живут в США Все-таки они более обеспеченные Они хотят поболеть за свои сборные И покупают билеты Потом, по-моему, идет Бразилия Потом Колумбия То есть идет Западное полушарие Идет на первых местах Хотя казалось бы Огромный авиаперелет Дорогой авиаперелет Но там Из Колумбии, если не ошибаюсь Уже 80 тысяч Нет Или 50 тысяч билетов купили Но это очень много Слушайте, ну это приятно Осознавать, что Кто-то может себе позволить Да А вот европейцев Почему-то меньше То есть там немцев Там тысяч 40 Англичан Тысяч 20 Их запугали, наверное Мне такое ощущение, что их запугали То есть тут была история Довольно-таки похожая На ЧПТ Европу В Украине На Украине Который проходил В 2012 году Туда приехало только 6 тысяч англичан Хотя обычно англичане За свою сборную Ездят только год То есть В 2007 году На матче с Россией В Москве Только на одном матче Не на всем турнире Их было около 7-8 тысяч В общем Их просто, мне кажется Запугали Илья, у нас кончается время Давайте все-таки будем надеяться Что мы из группы выйдем И несмотря ни на что И дальше Болельщики, приезжайте Не бойтесь нас Медведи у нас не бродят Они у нас все воспитанные Друзья, в гостях у нас был Шеф отдела футбола Спортэкспресс Илья Андреев Илья, большое еще раз Спасибо До новых встреч Приходите к нам еще, друзья Это была программа Стране о спорте На телерадиоканале Страна FM Валерия Майорова Влад Кутузов Прощаемся До завтра, пока Счастливо Счастливо